Слаженная работа на результат – вот один из главных тезисов обращения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям региона. Следовать этому правилу должны и местные чиновники, так считают власти Щелковского района. На оперативном совещании администрации муниципалитета Алексей Валов вместе с коллегами обсудил приоритетные направления в деятельности губернатора и отметил, что администрация будет и дальше со всей ответственностью подходить к задачам, поставленным Андреем Воробьевым. Одна из главных тем – строительство образовательных учреждений. С детскими садами ситуация в районе нормализована. К сдаче готовится сразу несколько дошкольных учреждений. Теперь, по словам руководителя районной администрации, пришло время подумать и о школах. У нас еще начинается и работа по Жигаловской школе. У нас начинается работа и по 11-й школе. То есть в этом плане мы держим руку на пульсе и знаем, что скоро, буквально на глазах, на ваших, на наших произойдет тоже радостное событие. Что вторая смена в школах прекратится существовать. В плане благоустройства территории Щелковский район не отстал от других муниципалитетов. По этому показателю наблюдается хороший рост во всех поселениях, кроме Монинского, где проблемы возникли из-за разногласий главы и местного совета депутатов. Сейчас ситуация наконец-то нормализовалась и началась продуктивная работа. По всему городскому поселению идет большой объем работ по замене коммунальных сетей. Большой идет объем работ планирования на этот год благоустройства. Большой пул работ предстоит нам по реанимации того, что передало Министерство обороны. И соответствующим образом на данный момент находится в недоговорительном состоянии, непригодном для эксплуатации. Тема расселения ветхого жилищного фонда, которую затронул губернатор, также очень актуальна для Щелковского района. Алексей Валов отметил, что сейчас ведется активная работа по оформлению необходимых документов. Власти надеются решить проблему в максимально сжатые сроки. Мы обещаем, что в этом году, буквально через месяц, уже первый капалан на Дальнем Воронке будет уже готов к открытию. И, соответственно, первый дом будет заложен в этом году для того, чтобы в следующем году сдать и расследить Дальнем Воронке. Кроме обращения губернатора, на оперативном совещании также обсудили работу на местном уровне. Присутствующим был представлен рейтинг поселений района. По его итогам, самая результативная работа проделана в Щелкове. На последнем же месте по показателям разместилось городское поселение Загорянское. Руководитель районной администрации отметил, что показатели необходимо улучшить. Для этого необходимо работать единой командой и оперативно реагировать на обращения каждого жителя.